Раньше в Томске были только частные курсы по изучению китайского языка, и группы набирались с трудом. Сейчас для многих в городе знание китайского уже не только хобби, но и рабочая необходимость. В открывшемся на этой неделе при ТГУ Институте Конфуция на освоении 55 тысяч иероглифов у студентов предположительно будет уходить 2-3 года. Обучение платное. А вот в теплицах около деревни Батурина русские с китайцами понимают друг друга уже без слов. Китайцы помидоры с огурцами выращивают в этих местах 7 лет. В начале марта приезжают, глубокой осенью возвращаются на родину. 9 человек предприятия Лилия вместе с директором Хань Шуфенем обслуживают 20 теплиц. Местное население подрабатывает от случая к случаю. Платят китайцы сразу по окончанию рабочего дня – 200 рублей. Говорят, китайцы более трудолюбивые, чем русские. Это правда, муравьи. Да? Это темно, это темно. А интересно, почему мы-то не такие? Не умеем. Они вот так вот на корточке присядут, целый день могут на корточках присидеть. Я 5 минут посижу, потом не встану. Вообще-то на бывшем совхозном поле соседствуют уже два предприятия. Другое – ООО «Дзя-Ли» по-китайски наивысшее богатство. От лилии отделено стилизованным пограничным шлагбаумом и обозначено российским флагом. Директор – местный житель Анастасия Бозина. Сейчас осталось без китайских работников. В начале этого сезона их депортировали на родину. Поэтому из 80 теплиц в работе у нее только две. Остальные простаивают. Местным безработным Анастасия предлагала трудоустроиться. Не хотят. Как получилось там, что тех депортировали? Потому что они нарушили свои сроки пребывания. Им нужно было до 31 декабря выехать. А они построили теплицы зимние с печками. Решили выращивать зиму и овощи. То есть не сообразили, что срок-то прошел, да? Ну, как бы они думали, что у них это все как-нибудь прокатит. Сельское хозяйство – лишь одно из направлений сотрудничества с Китаем. Сейчас главные проекты, сулящие области, тысячи рабочих мест и огромные инвестиции – это лесоперерабатывающая отрасль и торфяная. У нас в России говорят, любое хорошее дело надо обмыть. Томская область уже побраталась с провинцией Леонин. Из нашего торфа они будут производить стимуляторы растений и кормовые добавки для России и Китая. Мы очень рады приветствовать такую представительность. И побраталась с провинцией Шаньдунь. Теперь в Китае наши бизнесмены хотят покупать сельскохозяйственную технику, а шаньдуньцы планируют построить в Томске суперсовременный торговый центр. Мы хотим открыть в Томске китайский торговый центр. Не базар, а хороший центр с высококачественными товарами. Апофеозом этих братских встреч стала недавняя поездка нашего губернатора вместе с Медведевым в Китай. В том же кресле, где минутой ранее президент подписывал с Китаем договор о сотрудничестве, наш Виктор Крес подписал договор о строительстве лесопромышленного комплекса. Эксклюзивные кадры китайского телевидения. Кубернатор господин Крескин, председатель Ковидон, отписываю меморандум о создании на территории Томской области комплексного лесопромышленного предприятия с объемом заготовки. По договору с Яньтайской провинцией Васино будет создан крупный лесопромышленный комплекс. Уже сейчас китайская сторона взяла на себя обязательство вложить в строительство нового комплекса полтора миллиарда рублей. Построят завод Васино на заброшенной территории обанкротившегося ЛПК. Окончание строительства – 2016 год. Конечно же, у людей есть опасения. Ну, опасения какого? Известно, что китайцы не уважают экологию. И что мы сейчас, вот они вырубят все, там, что-то там такой слезно-бумажный комбинат построят, и все будет отвратительно. На самом деле это не так. На самом деле все технологии, которые Китай заводит в наш Томский лес, это технологии западные. Там нет китайских технологий. Это целые линии, это австрийская линия, это канадская. Это финское оборудование. Вот и строить китайцы у нас будут, исходя не из своих, а из российских требований. И в этом в ближайшее время убедятся жители улиц Кулева, Нахимова и Советской. Этот квартал из старых аварийных двухэтажек будут расселять и заново застраивать китайские строители. По информации из мэрии, китайская сторона уже вложила в этот проект 150 миллионов рублей. В трех домах народ начали расселять. Правда, еще не расселенные жители о совместных в Томско-китайских планах ничего не знают. Собрания никакого не было. И никто нам ничего не сообщал. Китайцы не появлялись. Расселять и строить, они, скорее всего, знаете, я не буду говорить про китайцев. Есть такая фобия. И вот в ней есть основания, но вообще иногда до смешного дела доходит. То есть, что они тут приедут, нас там что-то покорят, мы тут все переженимся на китайцах. Ну, это обычная такая, да, обывательская история. На этой неделе в нашу редакцию позвонили обеспокоенные мичуринцы из Светлого. Прошел слух, что на поле напротив Межениновской птицефабрики во времянках поселились китайцы. Что делают? Мы выехали на место. Оказалось, площадку арендует под технику российская транспортная компания «Русак». Их живут во времянках не китайцы, а вахтовики из Кемерово. Русактанker! Ух. 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 Пlev. Ух.